Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев. Еще одна летняя неделя осталась позади, а отпускать лето совсем не хочется. Тем более, что в городе все цветет и пахнет, причем в прямом смысле слова. Я знаю, где в Самаре появились райские сады, и расскажу, как провести там выходные. Затоптанные и высохшие газоны, поломанные деревья, пыль, грязь и нетрезвая публика. Местный All-Inclusive теперь навсегда останется в прошлом. Колоритных персонажей на лавках променяли на не менее колоритных мамочек, папочек и детей. А несколько гектаров почти бесхозной земли отдали под площадку юбилейного фестиваля цветов. 9 лет подряд он проводился исключительно в Струковском парке, но неожиданно организаторы решили и разрешили пофестивалить другим районам города. Так парк с говорящим названием «Дружба» стал, как никогда, дружелюбным. Раньше мы опасались вообще ходить в этот парк, потому что говорили, что здесь часто нападают на кого-то, а сейчас очень стало светлым здесь, много детских площадок, много цветов, очень красиво. Его как могли умывали, украшали и возрождали. Старый газон вырвали с корнем, кусты проредили, бордюры отбелили и про макияж не забыли. В ход пустили сразу все яркие и модные цвета этого сезона. Труд проделали очень большой все здесь, потому что когда мы вообще ходили по парку, выбирали где что будет стоять, какое будет место, какие шатры, палатки, ничего не было ни засажено, ни построено. Меня поразило количество народа с утра, с самого утра. Такое большое количество народа, это чудо. Самара изголодалась по таким праздникам. Тех, кто изголодался по свежему воздуху, сотрудники парка вежливо предупреждают. Цветы не выкапывать, все остальное можно. Хотите стать ближе к природе? Добро пожаловать на мастер-класс по флористике. Хотите устроить цветущий сад дома? Вишни, розы и даже новогодние елки уже на местных прилавках. Самых отчаянных просят пройти на сцену и стать участником местного конкурса красоты. Условия очень простые. Нужно любить цветы, сшить платье из подручных материалов и выстоять в нем в 40-градусную жару. У нас дома в базочке лежит вот такой шарик с цветочками. И мы вот так вот подумали, что было бы очень красиво, с розовым цветочком. Просто возникла идея сделать ее принцессой. А шили долго, шили пять дней, начиная с 8 утра и до 10 вечера каждый день. Тут 300 цветов вручную пришиты. В этом году организаторы фестиваля сами себя превзошли. Нести красоту в массы они решили в промышленных масштабах. Так и цветов в городе стало больше и фестивалей. Не один, а сразу восемь. Уже на этой неделе флористы распустят свои руки в традиционных струкачах, парке имени Щерса и парке 50-летия октября, сквере Высоцкого и других обновленных площадках. Каждый флорист что-то пытается выдумать настолько интересное, что показано покупателю и зрителю, это составляло еще больше эмоций, чем просто от обычного зенка. Поэтому, когда их сочетание, такое интересное случается, это вызывает восторг. Это самое главное в жизни получается эмоции. Самым посещаемым объектом фестиваля цветов на удивление стал газон. Только ленивый не снял обувь и не прошелся по нему пешком. Покрытие, на удивление, от такого объема жаждущих природы не пострадало. Хотя во время подготовки активные изобретательные дачники все-таки успели под покровом ночи забрать себе несколько рулонов. Организаторы продолжают надеяться, что ландшафтные композиции не переедут в частные владения. И фестиваль цветов все-таки останется в пределах города. На этом у меня все. Отдыхайте красиво. Увидимся в понедельник. Пока.